Еще в 89 году было известно, что в Одессе в два раза меньше деревьев из расчета на одного жителя, чем положено. 7 квадратных метров вместо 14. Представить масштабы катастрофы на сегодня не могут даже специалисты. Сегодня мы цифры не имеем. Я недавно готовила докладную записку и обращалась к Владу, к разным организациям и в областную организацию, чтобы мне дали цифры, сколько сегодня зеленых насаждений этих цифр. Никто не знает. За последние несколько лет вырубка здоровых растений в Одессе стала достаточно обыденным явлением. Но с приходом на должность мэра города Труханова ситуация просто вышла из-под контроля. В понятии вот этих людей парковая зона это просто свободный кусок земли. То есть вы, конечно, люди, можете ходить, отдыхать. Мы там оставим три дерева, но они будут расположены между палатками, между мафами. Или памятниками архитектуры, как произошло здесь, на территории бывшего санатория Чувырина, что на французском бульваре. Труханов умудрился отдать землю частной компании. Сделать это ему не помешали ни деревья, ни уникальные строения дача Натра и Мищенко. Даже официальные парковые зоны Одессы не имеют определенных границ. Если вдруг они даже формируются границей этого парка, может оказаться так, что части парка уже нет. Это как выделили, например, землю для кого-то. И до сих пор это продолжается. Земля может выделяться под, не знаю, там кафе, бар, ресторан, который раньше, к примеру, был туалет на этой территории. И ничего, что это парковая зона, ничего, что на ней есть деревья. И деревья таким образом вырубаются. Так произошло и здесь, на территории еще одного филиала бывшего санатория Чувырина. Ныне частного детского сада школы Астер. С одобрения Труханова, последней на пятой станции Большого фонтана Сквер, где одесситы могли гулять с семьями, с детьми, сначала обнесли высоким забором. Потом сотрудники компании «Гефест» спилили сильные здоровые деревья. И никакой реакции со стороны руководства города. Есть большая манипуляция со стороны городских властей, которые, нарушая закон о благоустройстве, нарушая закон о природозаповедном фонде, внушают гражданам, что это нормально и что в парках может располагаться, быть размещено что-то, кроме деревьев. И остановить губительную для Одессы деятельность городской власти можем только мы. Те, кому не безразлична судьба города и будущее его жителей. Те, чьи дети действительно живут и будут жить в Одессе. Наталья Костенко, 7 канал.